Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня вечером решил зайти покормить рыбак. Чуть-чуть кинул им. Вон там лоси плавают, карасики. Что хотел сказать. Вот насчет своего скиммера я чуть-чуть его подшаманил. Я отрегулировал, ну по этому, у меня там регулируется такой рычажок. Больше-меньше, чтобы через скиммер засасывал. И вот получается. Видно, нет. Короче, водичка туда просто падает. Там перепады где-то, получается, ну не знаю, сантиметр, наверное. Просто вода туда сливается потихонечку. Вот, иначе, да, камерой нет. Вот, так что так. Сетка Вот, нейлоновая на 45 микрон. Ну, можно сутки не менять, как бы особо не забивается. Единственное, что пинка начала появляться. А так совсем мало грязи там. Почему еще важно, чтобы со дна собирал. Вот сверху скиммер, да, пускай так потихонечку собирает. И со дна, потому что вот сейчас можно посмотреть. Вокруг насоса все идеально чисто. То есть вообще нет ничего. Вот их какашки тут, какашки там. Вот, с той стороны все подойдет. Так, давайте идем отсюда. Вот. Вот здесь. Все вокруг насоса все чистенько вообще. Ничего там нет. Вот. И вот это правильно, то что с дна сосасывает, чтобы чем быстрее фекалии уйдут в насос, тем быстрее сетка их уловит, тем быстрее я их выкину из пруда, и тем чище будет вода. Меньше питательной среды для растений будет, для микро растений. Вот, а что так? Отцвет чивает зеленым из-за того, что растение, ну, вот это. Ну, не чатка, может не чатка, как она называет. А просто всю чашу выстилает. Вот зеленый налет микроводоросли. Вот поэтому зеленый цвет отдает. А так вода, ну, вот видно, да, идеально чистая. Не муть и ничего нету. Вот эта малекна на дне плавает. Я нахожусь в Московской области. Вот. У нас сейчас минусовая температура, как вы знаете. Сегодня какой, 27-й, наверное, активная, да, 27-я. Температура воды где-то плюс 14, плюс 15. Вот так, плюс-минус. Зависит от того солнышка. Если выходит сразу на пару градусов, она подскакивает. Вот это большое преимущество теплицы. И главное, чтобы она теплица была большая. Чем больше теплица, тем меньше перепад будет здесь. Потому что здесь даже на улице, когда минус 2, минус 3, здесь внутри плюс 15, где-то плюс 14. Всегда температура держится. Хотя никакого отопления нет. В следующем году обязательно буду ставить отопление. Ну, может, и в этом году, если зимой делать нечего будет. Вот сюда поставлю котел. И через него просто циркуляционным насосом, пускай качает, один раз в день разжигать его, чтобы там градусов на 5-10 поднималась температура и держалась. И от этого, от температуры пруда будет нагреваться, соответственно, земля вокруг. Ну, точнее, не будет промерзать, будет нагреваться. И тепло будет здесь, в помещении. От котла тепло, и плюс еще то, что он воду греет. Вот такие вот у меня беляши там плавают. Спрашивают у меня, ну, про этот, про озонатор, про сетки вот эти нейлоновые. Все ссылки на них есть в описании. Можете зайти, посмотреть, если хотите, покупайте. Меня они полностью устраивают. Вот это 45 микрон, да? Вот 150 микрон. Это я его буду одевать, когда я, допустим, уезжаю на неделю. На неделю уехал, поставил, и чтобы он собирал. 150 микрон, крупные частицы. Вот, если этот за неделю забивается, этот он, ой, за неделю забивается. За сутки, сутки может спокойно работать. Этот, он может с неделю, полторы работать, не забьется он. Ну, вот так все, такие вот дела. Ну, пузырьки начали появляться на поверхности. Это значит, что вода очень богата кислородом, и это прекрасно. Ультрафиолетовая лампа работает, я ее не отключаю. Такая работает. Мне для рыбок не жалко, учитывая, что они мне приносят удовольствие. Да. Прихожу, на них смотрю. Даже сачком их ловлю иногда. Просто караськов. Вот, не знаю, с одной стороны, хочется этих здоровых карасей выловить, да? А с другой стороны, хочется, чтобы до хрена рыбы было прямо, чтобы она над одной плавала. Двоякое желание. Ну, ладно, че, как и планировал, буду разводить карпов кои. Лучше пускай будет у меня армия мальков, которые будут расти, увеличиваться со временем. Все равно какую-то рыбу быстрее будут разбирать мальков. Каких-то дольше, какие-то быстро растут, какие-то медленно. Поэтому сосредоточусь, наверное, на мальке. И за ними интересно наблюдать, они как растут, это интересно. Не бояться ничего. То есть, с малька, когда его выращиваешь, это может заложить ему характер, чтобы он не боялся. И когда она будет вырастать рыба, уже не будет бояться ничего. Просто жалко вот этих больших карасиков, это жарить. Это там то ли одна самка, то ли две самки и самец. С них просто, я думаю, может какой-нибудь куб или еще один прудик рядом сделать, просто открытый такой. И пускай они там растут, дают потомство. короче, не знаю. Потому что они реально здоровые. Здоровые и красивые. Правда, немного трусливые. И вот, возвращаясь к уходу за прудом, сделав вот такой донный забор, если у вас пруд из пленки или какой-то из камня сделан, донный забор обязательно должен быть. И желательно в низине, в чашку, чтобы все стекали, все от осадки, которые падают сверху и опускаются на дно, чтобы они через дно засасывались, да, и сверху через скиммер тоже это, что не успело на дно уйти, чтобы скиммер тоже это все засасывал. Это обязательно. И тогда не придется ни пылесосить, ничего. Потому что я свой вот пруд ни разу не пылесосил, ничего не убирал. Вначале, когда зеленый он был, я щелк-то что-то подергал, но вот вода чистая стала, и я вижу то, что, ну, нет смысла. Они вот плавают, хвостами поднимают муть, и насос засасывает. Ну и прекрасно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, о чем хотите, чтобы я рассказал. Ну и увидимся в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok